В Чехии есть не только Большой каньон, не только Чешская Швейцария, не только Чешская Венеция. В Чехии есть еще и самый настоящий Дикий Запад. Это не шутки. Главное знать места. Вот недалеко Брно есть такой городок. Дикий Запад. Но нам сегодня вообще не везет. Да, тут и салон, и тату-салон, и даже городской банк есть. Но сегодня нам не везет. Сначала был закрыт, закрыта вилла. Не закрыта, а нас не пустили, потому что занято. А салон, Дикий Запад, все здесь сегодня закрыто. Он прикольно выглядит. Городской банк. Вот такое место. Прям сколько, где-то 30 километров от Брно, да? А, в смысле, а вот когда оно открыто, что здесь происходит? Представление какое-то? А там салон прикольный. Эрик любит сфотографироваться в идиотских местах. Тебя надо фотографировать тут? Ага. Тебя нужно сфотографировать? А там, видишь, как видно? Да, да. А здесь гроб стоит. Мамочки, как страшно. Здесь продают вот это здание. Так, что здесь написано? Наши клобки вам будут слушать и посмотрите. Наши шляпы. В наших шляпах вам будет хорошо даже после смерти. Чем-то напоминает Диснейленд. Там тоже был такой павильон с Диким Западом. Пуичевно-кос, то есть аренда-кос. Туалеты открыты. Туалеты открыты, говорят. Вот там вокзал. А, да. А здесь прикольно, наверное, да. Здесь, наверное, шоу. Цирк с конями, в общем, здесь. Вот такая арена. А это прикольно. А ну да, здесь и написано. Шоу лошадей. Интересно сделано. Даже я в какой-то степени рада, что оно закрыто, что здесь нет толпы людей с детьми. Можно просто рассмотреть. А кого не загладить? Пожалуйста, не гладьте. Офиг его знает. Тут того, кого не загладить, здесь нет. Оно, наверное, уже не здесь, да? Ой, блин, офигеть, а я испугалась. В общем, вот так оно здесь все выглядит. Я много слышала об этом месте. Ну, вот сегодня мы заехали сюда. Какая здесь Дева Мария. Закрыто все. Ну, можно здесь... Кстати, здесь сейчас лучше фотозона, чем когда здесь все открыто. Я боюсь представить, сколько здесь людей, когда все это дело открыто. Сколько здесь детей, галдежа. Вот. А сейчас, пожалуйста, вообще нет никого. Прикольно вообще. Очень тоже. Здесь отель у темновласой блондинки. Отель тоже закрыт, само собой. Эдик мне за какого-то лимонадного Джо говорит. Фильм был какой-то старый, наверное. Чешский, да. Ну, я не видела. Там пили кола лока. Кола лока там пили, говорит. Не, я что-то слышала, какой-то лимонадный Джо. Вот тут тоже папа с детьми гуляет. Вот женщина с собакой пришла. Прикольно. Очень прикольно. О, Тутина тюрьма. Я хочу тюрьму посмотреть ближе. Вот здесь тюрьма есть. Кандалы, книга. В общем, кто видел этих людей, обращайтесь в полицию. Или прямо к шерифу. Ну, а здесь главный магазин этого места. Туше закрыт, конечно же. Почта мне очень нравится. Ну, а здесь таверна. Поросла травой. А, да, городок. Тоже ли там, да, здесь. 20 долларов местных, это 20 крон. Ну, тут, когда все это работает, меняешь деньги на местные доллары, как бы, которые идут один к одному с кроной. И вот платишь 20 крон. Ну, типа 20 долларов. И можно поездить железной дорогой. Аптек. Модный салон. Да, ну, кстати, здесь рядом. Где-то есть еще и отель. Отель, в котором можно жить. Если человек приехал здесь отдохнуть от души, можно остановиться в отеле, который здесь есть прямо рядом. Ну, просто мне интересно, в каком стиле этот отель. Если в таком же вообще прикольно. Вот, называется это Бусковицы. Дикий запад. Ну, и все. Сейчас оно не работает. Работает только летом. Вот, сюда нельзя подъезжать автомобилем. Можно только на конях. Вот доказательства. Прикольно. Оно и по ночам здесь работает. Ну, видимо, это только летом. Да, интересно посмотреть, какой отель. Если он в стиле Дикого Запада. Я уже хотела уйти, но Эдик никак не успокоится. Говорит, здесь же можно еще намыть золото. Вот, тут прям можно разбогатеть сказочно. Если за 50 шагов в ту сторону пройти, то все. Ну, посмотрим, ладно. А вдруг? Здесь похоронена Каламит и Джейн. Я тебе сказал, что это знаменитая... Я не знаю вот этих всех героев. Американских вестернов. Ну, Эдик знает. Калвои, да? Нет, ну, вообще-то территория огромная, как я понимаю. Я там ограничилась маленьким осмотром и хотела уже выйти. Тут, оказывается, еще ходить и ходить можно. Здесь целый город еще. Не, ну, офигеть постарались, конечно. И тут, и туда. Все какие-то постройки. Здесь можно себе оружие прикупить. Эти домики прям Норвегию припоминают. В Норвегии очень много домов с крышами вот такими зелеными. Там даже елки, деревья часто растут. Так, тут еще куда-то можно зайти. Может быть, это на отель похоже. На номерам. Да, вот судя по тому, как мы шли, похоже, что это все-таки тут отель. Потому что отель был вот в эту сторону указан. А это похоже скорее на отель. Ну, я, может, ошибаюсь, но похоже очень. Похоже, что это номера отеля, потому что на каждой двери написан номер. На всех дверях написаны номера, как номер двери, как номер номера. Номер номера. Ну, фиг его знает, я думаю, это отель. Вот, похоже, что это номера отеля. Потому что все двери прям номерованы. Тут тоже, наверное. Да. Здесь тоже. Да, 28-й, 29-й. Там был 27-й. И если верить стрелочке, которая была в самом начале, она указывала сюда. Было написано отель. То есть, ну что, компания сюда приехать прикольно. Вот поселиться в таком отеле. Надо бы, кстати, посмотреть, сколько стоит здесь проживание. Интересно. А там что? Ничего, дорога. А, просто дорога. Ну, и суд здесь заодно. В общем, вот такое место мы нашли. Рассмотрели его без туристов. Прям как в старые добные ковидные времена. Да. Здесь нотариус. Да. Вот так вокруг Бруно столько интересных мест. Замок. Мы вчера побывали просто. Теперь это номер один. Перштейн. Для меня. Самый красивый замок. Как мне показалось. Вот такая деревенька. Да и сам Бруно заслуживает внимания. А, судя по всему, здесь еще можно и вот гриль развести. Ну, по-чешски погриловать. Ну, пожарить мясо на гриле. Ну, вряд ли здесь. Здесь, кстати, костер делают. А вот грибы можно собрать. Хе-хе-хе. Мы когда сюда ехали, я думала, здесь будет какой-то такой дешевенький лунопарк чешского разлива. А здесь прям видно, что деньги вложены. И вложены хорошие деньги. И так прям аутентично все здесь. Я говорю, что мне очень напоминает Диснейленд. Там тоже есть такой парк Дикий Запад. Вот здесь все это сделано не хуже. Ну, там аттракционы. Но вообще выглядит все очень дорого. А, ну да, здесь какое-то шоу на конях проходит. Ну, я не знаю, если я хочу смотреть всякие... Хотя, может, оно интересно. Я не люблю, когда много людей собирается. Особенно, когда много детей бегает, визжит вокруг. А я думаю, здесь очень много детей и людей быть. Что? А ты мне скажи, а тут засыпала песком, я вижу что-то. Добро пожаловать к нам на Дикий Запад. Территория немаленькая. Прям вот совсем немаленькая. Вот и здесь пасутся кони. А, нет, ну так они. Банк здесь есть еще. История, написанная копытом. А красота какая! Там горы впереди. Здесь лошади. Вот. А здесь банк. Но, кстати, насчет отеля мы оказались правы. Мы сейчас посмотрели. Вот то, где мы были, где я говорила, что номера на каждой двери написаны. Это действительно отель. Сейчас он закрыт. Но я думаю, в сезон, когда открыт этот парк, там мест днем с огнем не сыщешь. Я думаю, нужно бронировать задолго, да, так как начинается сезон. Но мне интересно посмотреть. Я думаю, компанией здесь довольно-таки интересно отдохнуть. Вообще, как бы, Марава, интересный регион. Рядом Брно находится. Красивейшая природа. И вот такой... Вот здесь закрытая территория. Здесь тоже салон. Поезд выезжает. Здесь трибуны. Трибуны, да. Но это закрыто все сейчас. Так. Что так? Так, что вот так-то? Вот там еще внизу, да, огромная территория. Она сейчас закрыта вся. Вы спускаешься вниз, и там еще продолжение всей... Да, там шоу разные происходят. И вообще тоже такая же красота там. Качелька какая. Это, у меня, по-моему, салит. Салит. Да, у меня не то лицо съехало чуть-чуть. В общем, Вива-Мехико, господа. Барда-спирада. Барда-спирада. Гринго, идем. В общем, здесь еще всякие шоу проходят, если верить тому, что мы видим. Перестрелочки. Главное, не попасть под шальную пулю. Вот так. Весело отдыхают на Мораве. Вот Виниту и его друзья. Или кто это такие? Гойко-Митич? Вот на входе даже пишут, что там можно только пользоваться босковицкими долларами. Эта местность называется босковицы. И один босковицкий доллар стоит одна чешская крона. То есть, меняешь кроны на доллары по прекрасному курсу. Один к одному. Вот бы он таким и был на самом деле. И вперед на Дикий Запад. И дико вытащить невозможно из этого Дикого Запада. Я уже ушла. Он там что-то еще рассматривает. А здесь кладбище мусора. Они прикольно сделали. Написали, что сколько разлагается. Вот, например, 200 лет разлагаются вот такие плоховка. Ну, железные баночки. Вот пластик разлагается 20 лет. Стекло 100 лет. Банановая кожура и апельсиновая полгода. Вот на этом Дикий Запад у нас не закончился. Вот зашли на заправку. А здесь кафешка в американском стиле таком. Очень напоминает американские запегаловки вот такие вот. Но в Америке когда были, любили ходить именно по таким местам. Вот марава. Как косит этот Дикий Запад. И что мы выяснили? Что вот этот Дикий Запад, на котором мы, конечно, там побывали. Он открыт всего лишь два месяца в году. То есть июль и август. Потом он благополучно закрывается до следующего июля. Как они себя содержат? Как они могут работать только два месяца в году? Ну, непонятно, конечно. Видимо, причем и отель открыт два месяца в году, если мы правильно поняли. Все кафе, все ресторанчики, которые там... Почему не оставить открытым рестораны? Вот мы сейчас там были, мы бы зашли, конечно. И там, кроме нас, еще люди ходили. Ну, заходят люди на территорию. В кафе бы заходили, конечно. Да и в отелях бы останавливались. Ну, вот. Вот такой Дикий Запад хитренький. Он работает только два месяца, потом они все. Отдыхают. Готовятся к следующему сезону. Ну, лошадки остались. Ну, лошадки. Лошадки работают лошадкой.